Братья и сестры Я думаю, и вашу. Я сегодня хочу с вами поговорить о такой теме. Хочу ее назвать так. Благословение Божье и покров Божий во время страшной войны. Все, что мы сегодня там видим и все, что сегодня мы там слышим, дорогие друзья, хочу немножко, может быть, показать и вам, но хочу начать от самого важного и от самого главного, как Бог действительно, как сегодня и в хор пел, и Бога, которого мы имеем, как Он заботится о народе Своем и о детях Своих. И там время исчисляется не только минутами, а секундами. И я попрошу, чтобы операторы показали первое видео, которое я сегодня хочу показать вам. Не, покажите его, пусть она стоит немножко. Братья и сестры, вот это дом, который находится, ну, наверное, в метрах 200 от нашего молитвенного дома. Это, если кто знает, камушанцы, это улица, которая раньше называлась Ульяна Громовой, но теперь она Арнаутка. Это вот рядом молитвенного дома. Миша Фокин проехал это место, наверное, за 5-4 минуты, когда произошел этот взрыв. Братья, вот смотрите, вот это пишет брат Иван из Хуста. Это за 4 минуты до того, как мы тут проехали. Нас ровно на 4 минуты задержали на блокпосту. Если бы не задержали, побало бы прямо по нам. Бог явил Свою милость к нам, дал любовь к нам, только у Него провидение. Братья и сестры, вот когда я такое вижу и слышу, скажите, кто мог это так продумать? У Миши 10 детей. И вот я думаю, вот если бы это произошло, какое бы поношение было бы на верующих? Вот говорят они о Боге, говорят, даже Тамара здесь, я что-то ее не вижу, они, наверное, слышат эти слова, они сказали, пока верующие живут в Камышанах, в Камышанах можно жить. Так, Тамара? Вот так люди говорят, это мир говорит, он видит все то, что происходит. Пока верующие в Камышанах, в Камышанах можно жить. И вот смотрите, получилось так, вот эти, брат Иван со своими братьями, сейчас очень большой дефицит всех, можно сказать, строительных материалов. Я вам в прошлый раз об этом говорил. Очень большой дефицит. И он вез, он привез гуманитарную помощь, поехал в Николаев, закупил, особенно USB. Это очень сейчас нужный материал, потому что тот дом, который нашей сестры последний пострадал, вы знаете, что окна, значит, снаряд, взрывная волна пошла в дом, и окна вылетали наружу все. Все окна были побиты, кроме одного в целом доме. А их забивают USB, это очень сейчас дорогой, или у нас дорогой материал. И вот брат Иван, наверное, где-то 100 листов, я точно не знаю, привез со своими братьями. И если бы эта машина взорвалась, 4 минуты решила вот эту судьбу. Как вы думаете, Бог бы за это прославился? А вот за то, что его на посту задержали на 4 минуты, вот за это Бог прославился. Братья и сестры, у Иисуса Христа, о котором сегодня пел хор, всякая власть на небе и на земле, всякая власть. И он этими людьми управляет. Мне брат наш рассказывал, он ехал, говорит, и его что-то на посту задержали, проверяли. Валера, который ездит, вот я, может быть, сегодня мы поговорим о Кизымисе, об одной местности, которая обратилась к нам, что, говорит, меня задержали на посту, и я когда приехал туда, если бы я чуть-чуть раньше приехал, я бы попал бы на место взрыва. Братья и сестры, скажите, разве это не покров Божий? Разве это не защита Божья, которую Бог нам сегодня показывает? И я, когда мы сегодня стали во время пения пред Иисусом, вы знаете, мне хотелось преклониться. Мне хотелось прославить Его действительно. Как сегодня многие люди от Него отказываются? Или они действительно не видят это и не понимают это? Все, что происходит, как многие люди от Него отказываются? Потому что в нашем собрании однажды один человек сказал такие страшные слова. Иисус – это не тот Мессия. Нам нужно ждать другого. Братья и сестры, я сегодня с уверенностью говорю. Иисус – это тот Мессия, обещанный Богом, что Он с нами там сегодня происходит. Скажите, я вспоминаю, если кто знает эту историю, я забыл, конечно, имя этой женщины, это было в первых веках, когда за три раза сказать, что я христианин или я христианка, человека лишали жизни. И вот она стояла перед судом, и когда отец, язычник ее был, лежал на коленях и умолял, у нее был маленький ребенок, и умолял эту свою дочь, отрекись от Христа, ты получишь жизнь, ты можешь остаться со своим ребенком. Она сказала только такие слова. Как я могу от Него отречься, если Он столько добра сделал для меня? И она была лишена жизни за то, что она сказала, что она христианка. Вот такой был период жизни, дорогие друзья. Конечно, разные периоды жизни встречаются каждому человеку, но мы видим, что вот эти события, которые сегодня происходят, это события последнего времени. И поэтому мы видим, что вот эти братья, заканчивая вот это, значит, вот это видео, вот эти братья, которые могли попасть под этот взрыв, они и помогли, сделайте, наверное, следующий снимок как раз будет, где наши братья. Вот эти братья находятся, наши братья и всеми братьями, которые приехали, а находятся на этой крыше, они ее ремонтируют, ремонтируют, потому что шифера практически нет. И вот смотрите, сейчас дают вот эти вот тенды, и у людей, у государства уже и тендов не хватает, потому что сейчас последние обстрелы, которые были в наших камышах, повреждено 20 домов. Братья и сестры, пострадали некоторые дома, этот раз и верующих, но до этого ни один дом верующих, можно сказать, сильно не пострадал. А сейчас пострадали уже, ну, люди, которые уехали. Вот это наши братья. Сегодня, вы знаете, люди идут в церковь, потому что уже власти, у них нет возможности, чтобы все это выдать, потому что очень много разрушений. Они идут в церковь и просят, если чем можете, помогите. Вы это услышите в следующих видео. И поэтому, братья и сестры, Иисус Христос сегодня имеет власть на небе и на земле. И, конечно, понять вот это все правильно, то, что происходит, люди часто спрашивают, а где же Бог? Вы знаете, в одном селе, которое недалеко от нас, не нашли члены одного человека, когда он попал под взрыв. Даже все члены сегодня не могут похоронить. Вот то делает взрыв, или вот эти снаряды, которые сегодня обстреливают нас. Да, конечно, ты пробуждаешься ночью от взрывов, от обстрелов. И первое место, слава Богу, что я живой. Мы просим Бога, Господи, помилуй. Эти слова, я думаю, звучат, наверное, в каждом доме сегодня, когда ты пробуждаешься от взрывов, которые ты слышишь. Два снаряда упали рядом с нашим домом. Это действительно, что вся земля трясется от того, что происходит. И поэтому, братья и сестры, когда я в прошлый раз был здесь, я даже не знаю эту сестру, как ее звать. И вы помните, она отозвала меня в молитвенном доме и спрашивает меня, а вам не страшно? Ну, я думал, ну, если я скажу не страшно, скажет, ну, наверное, хвалится, или он такой герой большой. Мне понравились слова, которые Паша нам сказал в этом собрании, когда он приехал. Я не герой, герой мой Иисус. А я сегодня хочу ответить на этот вопрос. Братья и сестры, с Иисусом не страшно, а без Него очень страшно, то, что там происходит. И поэтому, пожалуйста, покажите следующий файл. Значит, вот смотрите, я думаю, многие люди, которые видят это видео, это знают, что это дом Сережи Яковлева, который он построил. И покажите сейчас сразу следующий файл. Вот этот дом случилось так. Вот смотрите, я хочу сегодня рассказать о нашем Боге, какую Он имеет заботу о нас. Когда моя мама приехала в Камышаны, и когда она увидела мой дом, она говорит, слушай, зачем ты купил такой маленький дом? Но другого не было, я его купил. Она ходила по селу и искала мне другой дом. Вот этот дом, который был последний, показан, и если вы обратили внимание, в него попал уже сейчас снаряд. Если бы я бы, наверное, купил бы этот дом, да, сейчас бы у меня дома не было бы. А первый дом, который бы показывали, это был дом Сережи Яковлева, и перед нашим приездом его купили. А я думаю, это на конце села. Огород очень большой. У меня всего шесть соток с домом. С домом. Территория шесть соток. Маленький огород. И я думал, что пойду, поговорю, может быть, я им заплачу больше, перекуплю этот дом. Но хозяева не продали мне его. Братья и сестры, у нас в Библии написано, чтобы мы какие люди были? Благочестивые и какие? Довольные. Вот когда человек бывает недоволен, вот смотрите, если бы во время вот моего того недовольства, я хотел, да, правда, вы можете себе представить, восемь детей. Аня еще, дочка моя, вышла замуж и жила, им уже отдельную комнату надо, да? И эти двухэтажные койки, которые были, все, теснота, вот это вот. Мама меня очень хорошую вроде бы желала. Но Бог для меня, и я сейчас считаю, избрал этот дом. Мы находимся на самой верхней точке Камышан. Сейчас, когда было это страшное наводнение, наши Камышаны, они были как бы, сначала был полуостров, а потом мы стали островом. Потому что вода, я каждый раз ехал на берег озера, потому что рядом с нами озеро, и смотрю, как поднимается вода, поднимается, поднимается, все выше, но до каких же пор она поднимется? И она, у нашей сестры, она дошла только до порога дома. В дом она не зашла у одной сестры. А так, все дома верующих оказались наверху. А многие дома, вы знаете, в нашем селе просто попадали, они набрались воды, особенно, которые были глинобитные или саманные, они все попадали. Кто знает, дом Харитоновых в Учхозе, мы, я сейчас недавно был там, как раз по линии вот этой раздачи памперсов, и посмотрел этот дом, весь дом рухнул, просто крыша лежит сверху, вот это вот, это груда земли. А был когда-то прекрасный дом, потому что они были в низине. И вот смотрите, братья и сестры, мы очень часто бываем недовольными нашими домами, мы не до той обстановки, нашими машинами, может, нам надо что-то лучше. Оказывается, Бог так благословил мой дом. Все дети вышли оттуда верующими. Разве это не благословение о том, что сегодня было и спето, и сказано. Это очень большое благословение. Я сейчас скажу, я славлю Бога за это, что Бог не смотрел на мое желание, Он смотрел на то, что это Он знал, Он же знал, что этот дом разрушится, а в этот дом попадет снаряд, Он же это все знал. И потому что, вот смотрите, и я думаю, Бог не только со мной так работает. А если вы будете внимательны, вот так Бог работает с каждым человеком, Иисус Христос очень хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Это Иисус хочет, братья и сестры. Он очень хочет, чтобы мы на все в нашей жизни обращали внимание. Маловажных вещей нету, и Он одно только хочет, чтобы мы Ему служили, и чтобы мы Его прославляли. Вот эти события, покажите, пожалуйста, следующий сайт. Братья и сестры, вы знаете, что у нас в Камышанах горько-соленая вода, кто был там. Ее даже, когда ее дали на исследование воду, которая течет у нас крана, даже, говорит, вроде животным нельзя поить этой водой. Вот такая эта вода, столько там всяких примесей, все. И мы уже воду покупали, и если даже сейчас последняя цена, рубль сорок, я покупал за литр, то есть, рубль сорок, это гривень, покупал за литр воды. А вы знаете, фактически, сейчас два года никакой работы нету. Наши братья, сестры, они нигде не могут работать, потому что нету работы. И вдруг приходит один человек, он был с Одессы, и говорит, давайте мы вам поможем поставить фильтр. Вот это фильтр, который все-таки нам поставили. Он стал заниматься, взял анализ нашей воды, все это делать, и вдруг приходит ко мне одноквартальная и говорит, Франц, с тобой хочется встретиться один человек с Одессы, его имя Андрей. Я говорю, может быть, Руслан, потому что я Руслана знаю. Нет, Андрей. Хорошо, я говорю, если он приедет, пригласите меня. Значит, он приехал, мы с ним встретились, обговорились, он сейчас из мессианских. Я его сводил в молитвенный дом, показал все это, и он говорит, я хочу вам помочь тоже, чтобы поставить вот этот фильтр. Я говорю, а ты Руслана, знаешь, Руслан тоже с Одессы. Нет, говорит, я его не знаю. Хорошо, я потом звоню Руслану, я говорю, Руслан, вы знаете, иногда, чтобы не вызвать ревность в людях, потому что если он сейчас подключится, а тот Руслан, будет ли он довольный, думаю, я звоню Руслану, говорю, Руслан, вот такой-то человек хочет подключиться к этому проекту, ты не против? Нет, не против, говорит, пусть подключается. Они потом встречаются, оказывается, они друг друга знали, просто они, видимо, забыли уже друг друга, давно не встречались, и они подключили к этому еще очень значит много фирм. Я даже не знаю цену точно этого проекта, но я знаю, она очень большая. Очень большая сумма для нас, я не знаю, как для вас, братья и сестры, то, что вы передали через Вову, сына моего, она осталась, мы ее отдали тоже туда. Брат Павел из Бремена, его часть есть в этом проекте, потому что он специально отправил что значит средства отправил нам, мы тоже включили в это. Сколько там организаций, я даже сам не знаю, и цену, ну где-то говорят, около 10 тысяч обошелся, долларов обошелся этот проект. Братья и сестры, я не знаю, почему такая любовь Бога к нам, что расположил вот этих людей. И теперь смотрите, покажите следующий файл. Значит, вот это мы сделали дают нам эту воду, потому что это в подвале получилось. Есть еще фильтр, который стоит в постсовете, но он зимой замерзает. И вот когда, смотрите, кончается или замерзает эта вода, потому что она не может работать. А звук вы можете сделать? мне мне пришлось сказать всем или выразить благо... очень благодарен вам Бог всех благословит. Ну, значит, вы вернуть не можете этот файл еще раз? Чтобы громко было. Мне пришлось отчитаться и перед теми организациями, которые были туда, вклю... и все. И все друзья, которые участвовали в этом большом проекте, чтобы установить нам этот фильтр, я пастор церкви Класс Натальц Петрович, сердечно благодарю вас от имени церкви за ту любовь, которую вы оказали нам, что мы сейчас имеем возможность пить хорошую воду. Мы очень благодарны Богу за это и очень благодарны вам. Пусть Бог всех благословит. Значит, церковь Миндана тоже имеют в этом участие или часть за то, что было сделано для нас. А теперь вот это смотрите, и братья еще наши придумали, у нас есть очень хорошие братья, все придумали, что наши братья имеют постоянно возможность теперь прийти на молитвенный дом и взять эту воду. Но есть еще возможность, мы раздаем силу. Покажите следующий файл. Вот это смотрите, мы вывели на улицу, она у нас не замерзает, но кран вывели на улице, в подвале там у нас значит готовят и гуманитарную помощь людям и все, чтобы люди постоянно туда не заходили. Мы вывели на улицу и люди, пожалуйста, могут подходить и брать эту воду. И покажите еще следующий файл. вот это сюда приходят люди села берут очень радуются тоже и благодарят значит Бога благодарят нас, но мы просто посредники. а вся слава кому? Вся слава Богу братья и сестры и что люди приходят и говорят можно сказать благодарят всех тех которые участвовали потому что там как было сказано очень много фирм участвовало и пришлось и им значит из Канады даже были из Киева очень много фирм они как-то подключили и даже сам главный представитель который в Украине он все-таки вы знаете ну сумма большая они же тоже где-то отчитываются не только мы отчитываемся и он сам специально приехал чтобы проверить и увидеть все это действительно правда или нет проверяющие приехал проверили все что действительно этот фильтр есть люди воду получают поэтому мы должны были дать отчет и мы все это делали включите пожалуйста следующий вот это братья с Хуста сейчас будут и вы может быть и знаете кого это мы сейчас покажем всех тех братьев действительно которые может быть рискуя очень многим потому что очень сильные обстрелы происходят когда значит на дорогах особенно даже у меня уже два случая было братья и сестры ворачиваешь тому как все это происходит два случая было еду я в город нормально все возвращаюсь назад произошел взрыв прям по дороге а если бы я бы ну чем-то ну не рассчитал или вовремя я просто все время больше и больше удивляюсь как бог всем этим это невозможно этим регулировать это невозможно понять что куда летит этот снаряд потому что разбежность они даже рассказывают у этих снарядов бывает до полкилометра значит стреляет в одно место может попасть попасть в другое но наверное как вот этой стрелой которая пустил стрелок на рамове галаском тоже управляет бог и той стрелой бог управлял когда он направлял его чтобы среди шиты лад был ранен ахав вот этими всеми снарядами я вижу действительно управляет бог покажите следующий значит может быть вы тоже кого-то узнаете кто особенно здесь с ракасова с кушницы с кирицки это братья которые приезжали к нам мы очень благодарны богу за наших братьев которые в такой трудный момент посетили нас и посетили не с пустыми руками они привезли что и нам было и было что раздать и людям которые находятся в украсе вот мне в селе встречают люди и говорят слушайте ну у вас когда еще будет что-то хорошенькое для нас или когда бы нам еще что-то люди спрашивают значит когда когда это будет и периодически когда братья приезжают и привозят гуманитарную помощь мы делимся мы в дальнейшем вы увидите делимся и с селом нашим всем чем можно пожалуйста еще дальше это у нас в молитвенном доме значит мы сфотографировались с братьями это кушница они сейчас ну как бы говорят споровались это бережаны кушница и кирицки они очень часто приезжают к нам вот с этой миссией чтобы привезти нам и продукты питания и строительный материал и привозили они очень много вот этих тендов которые мы сегодня раздаем по селу где у кого бывает какое бедствие следующий пожалуйста белусовка узнаете своих или тут а белусовская ушла из хора сегодня белусовские могут узнать своих братьев посмотрите на них это ваши братья они привезли к нам металл для крыш потому что очень много крыш привезли лес и вот таких братьев дорогие друзья мы имеем и мы очень бога благодарим даже я вам ну может и тайну немножко открою я всегда молился богу братья богу что когда приезжают братья чтобы не было этих взрывов потому что один брат приехал когда один из всех этих братьев он еще вновь уверовавший был недавно верующий он говорит слушай а страшно когда взрывы пошли вот эти он говорит ух ты говорит страшно когда земля трясется и когда все это происходит братья еще раз повторюсь с Иисусом не страшно потому что я верю в его обетование сколько это будет я не знаю я никогда не зарекаюсь я знаю как нас осуждают я прошлый раз за это говорил что мы там находимся но вот посмотрите сейчас пожалуйста дальше пройдите значит это вот как раз бережаны по-моему кушница или бережаны сами ну в общем мы хотим поблагодарить потому что у нас нету такой возможности мы все церкви пожалуйста дальше все церкви братья и сестры которые приезжают к нам вот это интересный снимок посмотрите вот если сейчас смотреть с правой стороны стоит один человек он тоже миссионер имеет миссию добрый самарянин и вот он приехал значит они услышали о нас он уже был у нас а вот эти все остальные которые не верующие это киевская миссия они услышали о нас и приехали к нам и Ваня попросил меня он содержит свою миссию попросил меня чтобы если кто-то знает такого Романа Савочка это тоже человек в ютубе он находится вы наверное тоже может быть кто-то видел сейчас интересный диспут был у него с одним адвентистом и Ваня меня попросил слушай мне очень трудно с топливом Роман Савочка вроде бы дает или подписывается тот кто получит подтверждение от каких-то братьев получит подтверждение что он действительно это не шарлатан какой-то или проходимец это действительно верующий человек что он занимается миссией а я знаю Ваня очень много делает для миссии он ему может выделить на топливо но Ваня говорит надо на фейсбук позвонить я говорю у меня фейсбука нету а потом братья я вам сегодня ну свое мышление или свое думание что что я думаю расскажу слушай зачем я буду обращаться ну к чужим людям я хочу чтобы наши братья из нашего братства могли что-то положить в небесную сокровищницу и Иисус туда и один цент принимает один цент это по-моему самая маленькая копейка у вас да один цент вы помните что вдова положила самое малое а у Бога это было что самое большое и поэтому я вам мои рассуждения хочу сказать да я думаю я спрошу наших братьев если сердце их не подвигнется помочь я свидетельствую он для нас уже очень много сделал вот это киевская миссия они привезли очень много подарков детям значит все дети на новый год это не только наши дети мы собрали вокруг всех детей потому что братья сестры я бы мог бы это все показать но уже очень длинно будет да потому что я смотрю время мое уже подходит к концу но немножко я вас задержу вы уж извините меня в этом я думаю вы не будете против покажите пожалуйста следующий сайт значит получилось так что я думаю попрошу если бог подвигнет что-то сердце чтобы действительно помочь этому брату я свидетельствую что это миссия у него есть я не мог просто потому что получилось у меня уже телефон от всех снимков заклинил и пришлось очень много удалить и я его тоже что он мне Ваня просылал значит я удалил потому что мне же телефон заклинил от всех этих снимков потому что он тоже не выдерживает уже это всего и если братья и сестры может быть у кого-то подвигнет сердце значит мы можем решить этот вопрос обращаются к нам сейчас очень много людей вот этот дом из Томиной балки ну Виля знает это это место произошел взрыв и вот эти люди ихний дом оказался в таком состоянии они обратились к нам и попросили сможем ли мы им что-то помочь покажите следующие файлы видите что помогли им да Виктор это твоя лепта тут если ты это знаешь и сейчас покажите еще один файл ну вы громко сделайте сделайте пожалуйста сначала братья и сестры вот этим сегодня занимаются наши братья где мы видим беду вот даже смотрите библия говорит о том чтобы в братолюбии показать любовь кто это читал Петро ты помнишь как сказано на немецком языке там братья вы немцы скажите пожалуйста или кто читает немецкую библию как там сказано там насколько я помню я помню может быть я тоже ошибаюсь но придите сегодня домой и прочитайте это место и потом скажите там по-моему написано любовь ко всем Петя у тебя есть добр немецкая библия нет а у тебя же есть это ну если что поправишь меня смотрите любовь ко всем если мы можем помочь или любовь ко всем это не то как братьям и сестрам относятся как люди в дальнейшем будут мы не знаем следующий файл покажите вот слушайте только внимательно да очень вкусная да а эти эти я под печень получаю файл слыхали когда мы были там это волынь привезла нам картошку для нашей церкви это было много и получилось так что я брату Мишу позвонил я говорю потому что многие разъехались они очень много прослали они братья многие разъехались мы помогли нашей церкви раздали кому сколько нужно было я говорю брат Миша можно мы раздадим это людям он нам разрешил мы раздали этим людям и можно сказать мы как раз выслыхали вот этот взрыв попали под обстрел и вот такое происходит вроде делая добро мы попали что это это случайно это ну так просто придумать не можно было что вы слышали взрыв который слышали мы когда мы раздавали этой картошке мы очень благодарны вы знаете даже сейчас вот смотрите какие чудеса или забота Божия происходит у нас сейчас килограмм картошки 35-30 гривен стоит Люда что-то так удивилась ты вот знаешь цену наверное да и получилось так когда последний раз вот эти братья приехали которые значит бережаны кушница и керецки они по дороге перегрузили с волыни потому что картошку вы знаете как обрадовались наши братья и сестры у которых действительно картошка была уже на исходе но 30 рублей за килограмм картошки для нас это очень много и вы видите как Бог все это чудно сделал и мы очень благодарны и братьям с волыни я уже Миша лично звонил тоже за ту помощь которую они оказывали нам и если что-то происходит мы можете поделиться и с ближним пожалуйста дальше Минден города Минден за таку поддержку очень большая благодарность я не знаю все новое все дорогое мне даже не удобно что так люди скидаются нам помогают без вас нам очень тяжко я не знаю если бы Валера не приезжал то мы бы наверное не знали что я делаю очень благодарны от всего нашего села Берегового мы вам очень благодарны и маем надежду что наконец это все завершится и эта помощь уже не будет так необходима следующий тоже да Минден да да Минден давайте село Береговое когда привез все это вы знаете как все это было брат Степан это привез вот мы раздавали и даже хорошо было на многих была наклейка от города города Минден чтобы люди ценили все это пожалуйста следующий вот это наши братья заливают армированный поезд это брат Степан он когда-то приезжал в Белозерку это 4 километра от нас здесь Францию контролируют чтобы порядок был братья трудятся молодцы уже залили ну да все зафиксировались за видео все трудятся молодцы слава богу бог дал хорошую погодку сегодня не жарко сегодня будет залита опалубка в этот дом попал снаряд убила хозяина дома насмерть дом весь сгорел а в этом доме жила значит одна пенсионерка и внук у нее инвалид ну конечно посмотреть на все это я думаю брату Степану просто из-за жалости вот он хочет восстановить этот дом и он попросил чтобы мы залили вот этот сейсмопояс а он будет восстанавливать восстанавливать крышу и поэтому вот такие события село или это в белозерке очень сильно обстреливает этот районный районный центр очень много таких поврежденных домов и я уже нашим братьям сказал вы знаете там дальше тоже будет где просят очень много чтобы оказали оказали значит помощи пожалуйста включите наверное следующий сайт чтобы оказать помощи но у нас значит тоже нету такой возможности всем хотя бы я говорю давайте людям если на одну комнату чтобы они могли обустроить хоть одну комнату где можно было жить потому что вы увидите это дома вот это смотрите в этих селах где нету ни света ни газа мы значит заправляем вот эти баллоны это получается вот эта бабушка она так просила у меня и у квартальной с которой мы были у нее чтобы ей ну какое что-то было чтобы она могла хоть на что-то приготовить мы ей наверное это еще от вас было дали холодильник небольшой и она просит хоть что-то дайте мы ей дали вот такой заряженный баллон значит мы заряжаем баллоны и развозят Валера развозит это по селу туда куда он ездит потому что туда ни волонтеров уже не пускают потому что ну идут военные действия обстреливают эти места и туда никто не хочет ехать и вот смотрите даже вот те люди которые говорили они говорят мы бы без вас мы бы не знали что нам делать и как поступать и вот мы значит заправляем и ну вы же тоже наверное хорошо понимаете на все это нужно средства есть люди и Виктор решает эти вопросы я ему прямо говорю мы решаем с ним эти вопросы чтобы заправить вот эти баллоны чтобы люди получили хоть где-то на что могли могли сготовить пожалуйста следующий это у нас на молитвенном доме вот такое происходит очень часто когда люди приводят нам гуманитарную помощь вот это мы делаем очень много много в общем дорогие камушанцы мы делимся с вами тем что вот видите у нас есть братья и тетры по всему миру которые помогают вам а мы помогаем вам и поэтому мы хотим чтобы и вам было хорошо и нам было было хорошо у нас каждый день на молитвенном доме приходит молитва за камушану за Украину кто хочет присоединиться пожалуйста пять часов можете приходить на молитву как вечера да каждый день в субботу мы собираемся два раза тоже волим Украину волимся за наши камушаны вы наверное видели что наши камушаны все равно не так пострадали потому что Бог слышит наши молитвы наши молитвы поэтому что желает пожалуйста приходите на молитву будем вместе молиться чтобы Бог раз здесь хорошо давайте пожалуйста можете оу я текаю передадим вот видите вот люди люди приехали приехали сейчас привезли нам будем тоже делиться всем что у нас здесь по литерству можете спрашивать если что тут скажем я хотела попасть следующий тоже мы вам дадим еще для души литературу так что читайте раздаем вы знаете на собрание приходите раньше у нас были только маленькие евангелии когда люди увидели как мы раздаем духовную литературу очень Григо Вася с Кирицок очень много помогает сейчас еще одна фирма подключилась прислала нам очень много что мы можем раздавать и сейчас раздаем очень много никто не отказался вот эта бабушка которая была показана там где мы мы раньше холодильник привезли она мне говорит я так читаю мы ей дали Библию и Евангелие она говорит мы так я так говорю читаю я говорю читайте чтобы люди действительно имели возможность читать Слово Божие мы очень много раздаем следующий покажите еще спасибо Христовой Церкви пусть нас всех благословит Бог огромнейшее спасибо этой Церкви за помощь очень сильно помогли люди нам очень сильно в такую ситуацию в такую погоду помогли перезимовать вот посмотрите какие дома после наводнения у людей я был в одном доме братья и следующий можете включить значит просто стоят четыре стены когда-то благодарю Церкву Камышанскую Церкви Христовой за помощь Юзби плитуры большое вам дякую вот это то Юзби я твою комнату сниму Олег ну тут можете куда она вообще должна идти скорее хочу ее вот в таком люди состоянии люди живут это его комната куда мы человек хочет прикрутить чтобы хоть одну комнату облаштовать чтобы как то жить и вот такое братья и сестры мы сегодня видим есть я не поставил это видео но это я не знаю даже как помочь этой бабушке значит ей снаряд попал в крышу разнес всю крышу пробил значит потолок и остался в вестибюле невзорванной у меня есть это видео я могу этот снаряд показать просто уже я думал очень много будет и как ей помочь шифер у нее есть она не хочет покрыть потому что действительно она может сегодня покрыть завтра может снаряд прилететь начать ремонтировать там дом ее в очень сложном положении все потолки протекли все и там такой тупиковый вариант я думаю но все таки надо как то помочь человеку если первое если бы она дала согласие сделать крышу значит покрыть шифером тогда можно и поремонтировать остальное у нее тоже ей по моему лет 70 этой бабушке и у нее внук инвалид она с внуком инвалидом живет там у государства уже почти силы нет чтобы отремонтировать или помочь все это сделать и поэтому они обращаются в основном сейчас только к верующим пожалуйста следующий у нас видите хорошо есть тент на молитвенном доме вот тут был такой такой страшный ливень вот это ливень люди все равно пришли и мы их запускаем у нас все это под значит накрыто все тентом натянуто все что люди могут сейчас свободно и хорошо выбрать все привезли нам это же опять братья привезли и одеяло и подушки и вот ту значит те памперсы которые Володя с Виктором нам привезли 100 пачек за один час мы раздали и мы даем только по 2 пачки если бы наверное больше давали уже ну еще Виктор есть памперсы у нас так что не переживай за это есть памперсы у нас и мы будем сейчас если приедем да будем опять раздавать потому что периодически по селам ездим по которые вокруг нас находятся или мне звонят когда люди люди в этих памперсах нуждаются вы знаете в основном молодежь вся уехала остались одни старики и если по 20 по 30 человек в селах лежат лежачие если один памперс вот смотрите пенсия которую допустим я получаю 2 520 я получаю пенсию вот переведите на ваши деньги это 60 евро может быть чуть больше да а памперсы стоят 700 800 можно сказать до 1000 наверное одна пачка памперса стоит ну зависит от количества где людям напастись и вот последний раз аж на мне неудобно стало вы знаете у нас есть молодые братья которые ну фотографируют потому что нам тоже надо отчитываться за это фотографируют и вдруг это квартальное мне говорит Франц Петрович зайдите вас вызывает там эта бабушка которую вы памперсы дали братья и сестры аж на мне неудобно стало я зашел она как схватила меня за обе руки ну вы знаете ну поздороваться можно она меня держит и держит и не отпускает не отпускает и она мне говорит чем вас угостить или что сделать мы очень вам благодарны аж на мне неудобно стало вот она меня никак не отпускает держит вот так люди благодарны за эту помощь особенно за памперсы которые очень большой можно сказать дефицит сейчас у людей хотя и местные власти раздают тоже но людям это очень и очень необходимо потому что вот этим мы и занимаемся еще пожалуйста дальше так покажите вы можете прочитать потому что я без очков так далеко не вижу вот это наши братья и сестры готовят вот смотрите привезли нам гуманитарный следующий тоже включите хотя это ускоренная съемка я понимаю да но вы посчитайте сколько людей там работает и по-моему 204 пакета надо было им приготовить то наверное так надо было трудиться это вот так наши братья и сестры трудятся это у нас в подвале в молитвенном доме они собирают вот эту гуманитарную помощь видите есть хорошо вот последние мы пакеты раздавали брат Иван со своими братьями он привез уже нам пакеты нам тогда легче а если привозят просто гуманитарную помощь все отдельно вот это смотри по-моему 204 пакета они здесь собрали и сейчас вот эти пакеты значит грузят машину Сережа Фокин здесь что-то я его не вижу это его машина его хозяина нет а машина работает значит будут разводить вот эту гуманитарную помощь и вот эти тенды вот Валера понес эти тенды которые нам братья привезли это сейчас ну очень очень необходимо они даже нам звонят и говорят скажите что вам привезти вот мы решаем эти вопросы все что необходимо для того чтобы помочь людям потому что нашим еще можно сказать не нужны были эти тенды а вот людям которые старики некоторые дома тоже брошенные находятся в таком состоянии которым нужно помочь то вот это мы братья и сестры сегодня делаем помощь людям так следующее еще есть вот это мы раздаем особенно духовную литературу когда мы делаем вещи раздаем лекарства бывает приводят нам и вот и мы раздаем или наша молодежь раздает духовную литературу люди очень можно она очень востребована потому что люди очень и очень ее читают сегодня еще еще есть там нет и и и и и и большой вопрос. Потому что вечности будут две, и где будет проходить эта вечности, решает сам человек. Или возле его вне, или вне. Понимаете? Но я хочу с вами говорить. Поэтому вот смотрите, Иисус Христос сказал так, чтобы мы помогали людям нуждающим. Вот поэтому мы стараемся помогать людям, чтобы и люди могли все такое. Поэтому, пожалуйста, подождите. Всем даем. Вот у вас есть начальник, который отвечает... Вот это пакеты, которые привез брат Иван. Мы их не паковали, они их привезли, нам тогда легче было. И мы за один день сто пакетов раздали. Вот это, значит, мы на одну улицу то были, вот это мы приехали на другую улицу. И брат Степан привез подарки тоже кто-то, или какая-то фирма, или какая-то церковь, я сейчас точно не помню, передала ему. И он попросил, чтобы мы тоже сделали видео. Вы знаете, мы где-то полмесяца были сильные обстрелы, и родители не давали собраться детям. То мы вот эту помощь, когда мы раздавали пакеты, где дети были, мы, можно сказать, раздавали и детям, чтобы дети хоть имели какое-то... где-то 70 пакетов мы сделали, раздавали детям, чтобы дети имели тоже на Новый год какие-то подарки. еще есть там, по-моему, одно видео, да? Или все? Все. Значит, братья и сестры, может быть, немножко времени я у вас задержал, но я хочу, очень хочу, чтобы... вы очень много помогаете. Но Тавид когда-то сыну своему сказал так. Если у тебя что-то есть, делай добро из этого, потому что я сейчас увидел, как с вашего собрания некоторые люди играли в боллинг. Вы знаете, что это такое, да? Или не знаете? Шары большие гоняли. После того вот, что я увидел, услышал, я бы очень всех попросил. Там тоже же платить, наверное, надо, когда эти боллинги гонять, или нет? Я не знаю. Может быть, вы знаете, да? Братья и сестры. Если есть лишний цент, лучше отдайте его Иисусу. Он это примет. Мы же поем такой прекрасный псалом. Он принял грош кого? Его вдовы. Он принимает эти гроши. И вы будете иметь сокровища в небесном банке, где ни моль не истребляет, где ворони крадут. И когда-то Бог Ездоре сказал такие прекрасные слова. Ездра, ты не смешивай себя с теми, которые будут мучиться. А почему? Потому что у тебя есть сокровище добрых дел, которые сохраняются у Всевышнего. Братья и сестры, что вы туда положили? Я не знаю, боллинг, можно там что-то выиграть или нет? Но проиграть, наверное, точно что-то можно, да? Это впустую погонять эти шары. А если вы туда положите, в небесное сокровище, отдать их Иисусу, вы знаете, что Иисус сказал? Все, что вы сделали одному из меньших, кому сделали? Сделали мне. Это сказал Иисус. И поэтому я бы очень хотел, чтобы, можно сказать, вообще вся жизнь Иисуса, смотрите, она была в том, расточил, раздал нищим. У него было не взять, а принять. Блаженство – это не принять. Мы просто передаем все это, что вы делаете. Мы просто посредники в этом вопросе. Вы видите, люди и вам благодарность дают за все, что вы делаете. Они дают благодарность. И если бы вы видели, да, вот этих радостных людей, вот даже за те же плиты, которые мы им передаем от братьев, это ж не... Мы не приписываем эту славу себе, что мы это делаем. Это слава тому, кто пожертвовал это. И благодарность Богу за то, что Бог побудил вот эти вот сердца людей. И поэтому мы сейчас будем молиться. Субтитры создавал DimaTorzok